Всем привет! Продолжаем играть в Medieval 2 Total War, дополнение под названием Крестовые Походы. В общем-то, да, в прошлой серии мы начали войну с монголами, вернее, как они начали с нами. Не мы, конечно, начали это, но я думаю, мы это закончим. В общем-то, монголы сосредоточены возле Антиохии, Алеппо и, соответственно, Аданы. Они вот прям посередине, вот здесь вот, куда они будут бить, для меня остается загадкой. Так, а честно говоря... Ага. Да как бы, чё ждать-то? Нужно чё-то делать. Как-то действовать. В общем-то, да, без записи я ещё раз перепроверил стройку и забил её, опять же, прям под завязку. Так что, на это можно будет не отвлекаться и полностью погрузиться в средневековые битвы. Давайте вспомним, в общем-то, что у нас есть на данный 109-й ход. Вот это вот всё зелёное, то, что вы видите на карте, это всё турки. Вот этот вот грязно-голубой цвет, это всё Антиохия, но его тут мало. Соответственно, Иерсалимское королевство в Кераке осталось. Но, правда, на них никто не покушается. И, соответственно, вот Египет. И всё, что вы видите, помеченное жёлтым цветом, это и есть Исламский Египет. Так, вроде бы на этом ходу я всё сделал. Честно говоря, даже не знаю, что бы и предпринять. Укажите врага. Да, что тут указывать? Что тут показывать? Так, а нам остаётся только проследить, как будут вести себя монголы. Минус 9 тысяч, чуть больше 9 тысяч у нас ожидается прибыль. Но, тем не менее, денег так много, что... Недостатка в них я не испытываю. Да, вот эти вот антиэксперимы. Атехийские священники мешают процессу. Может быть, их с помощью убийц можно будет немножко преуменьшить, так сказать. Так, чё-то египетский посол хочет, но непонятно чего. Ну да, монголы, смотрите, сбили с кучу. Хе-хе, ни туда, ни сюда. Бунт в молоте. Бунтовщики подняли мятеж. Неважно, будет ли порядок восстановлен силой или при помощи переговоров. Но произойти это должно как можно быстрее. Погибший персонаж пеликан из пелорегиона. Повреждены кузница. Три тысячи триста восемьдесят шесть человек погибло. Сто сорок семь воинов погибло. Да, это погиб вроде бы этот самый член семьи, который завоевывал молотью. Так, неприятные новости. Хорошего тут, конечно же, мало. Да, давайте мы для начала дочитаем все. Вот это вот дело. Так, а вот это вот, знаете ли, интересно. Ну, Константинополь, это понятно. Так, Эдесса. Что за священник у нас здесь? Никифор Мирон. Да, он здесь целая, в общем-то, мешанина из католических, исламских и православных священников возле Эдессы. Нужно как-то упорядочить этот момент. Служу Господу. Так, молотья, да? Тут даже два у нас священника. Правда, они, честно говоря, ну слабоваты. Так, хорошо. Есть, да? Так, новых не родилось полководцев. Расширение большого города Киршехир. Так, Киршехир, это хорошо. Мы дадим это расширение, пускай будет. Так, где-то тут была у нас, чуть не сказал, ведьма. Это не ведьма. Это еретик. Как замут вашу проблему. Убийство, диверсия, все, что пожелаете. Так, отлично, успех. Так, успех убийцы. Элифтерий из Пелорегиона. Наемник плюс один к скрытности получил этот парень. Просто прекрасно. Нам нужно будет воспользоваться его услугами. И в дальнейшем, я надеюсь. Так, синоп. 60. Придется понизить. Ересь здесь процветает. Так, вроде бы все, да? Священники у нас закончились. Сюда корабли не пройдут. Пройдут. Не беспокойся. Так, давайте мы попробуем, в общем-то, отправить десант священников. Вот куда-нибудь сюда вот. Прокладываю курс мертв. На берег возле Антиохии. Кстати, давайте... Блин, да что такое, а? Пока ты доберешься до этих самых ребят. А, а, вот же. Вот же, да, есть посол. С вами неприятно иметь дело. Давайте, может быть, за вассалим княжество Антиохии? Вам нравится нас унижать в мире? Да. На сегодня все? Да. Новый протекторат Византийской империи княжества Антиохии. Правители этих народов предпочли променять независимость на защиту могущественного соседа. Должно быть, нелегко удалось былым владыкам такое решение. Сначала Иерусалимскому королевству, потом Антиохийскому княжеству. Перемирие Антиохии и Турции. Так, это, в общем-то, наша заслуга. Мы их замерили. Перемирие княжества Антиохии и Египта. И новый союз княжества Антиохии и Византийской империи. Державы заключили союз, принеся обоим народам мир и спокойствие. Так, ну что ж. Смотрите, монголы сбились в кучу. И это отчасти хорошо. Так, а давай-ка тут вот так вот сделаем. Мощняво прямо. Так, а что же у нас нанялось? К этому, так сказать, моменту. Так, ну это можно вот сюда вот. Так, ну здесь все продолжает наниматься. Так, это все... Сюда должно пойти. Так, вот так вот. Блин, я, честно говоря, уже тут кучу армий это самое подсобрал. Объединяем армию до приказаний. Вперед! Объединяем войсками, лорд! Увы, трудно. Я не послал. Офигеть. У них тоже, кстати, эти бедуины и конные застрельщики, да? Или нет? Тут уж, честно говоря, трудно сообразить. Это нужно знать. Это нужно было знать. Так, а что же монголы, спросите вы? Так, монголы здесь бились кучу. Их сейчас можно окружать и уничтожать. Так, тут у нас турецкий убийца. Добрый день. Здорово, да. Мы будем ночевать здесь. Да, ночуйте. Какие проблемы. Так, теперь. Что же теперь? Нам нужно будет их как-то здесь вот окружить. Что, в общем-то, не должно составить какого-то труда. И по частям уничтожить. Так, а Парусен Лукит. Давайте взглянем на него. Я ищу именно того, кто мог бы сражаться в ночных битвах. Вот он. Император Никифор. Император Никифор, это хорошо. Так, а здесь? Кого мне сокрушить? Ух ты, Стефан похотливый. Смотрите. Тоже, да? Тоже может сражаться в ночных битвах. Да? То есть у меня получается только два этих... Два генерала, которые могут сражаться в ночных битвах. Так, явно не густо. Так, ну это нужно... Куда? Это, наверное, вот куда-то... Всюда. Тут нужно, в общем-то, да нанимать недостающие части. Куда мы нанесем удар? Есть. Да. Так. Давайте выдвигаться навстречу монголам. Есть. Приказывайте. Да. Вот у нас уже есть определенные силы. Приказывайте. Укажите. Что прикажете? Так, их нужно как-то локализовать. Есть. Да. Я планирую, в общем-то, выбивать их в ночных битвах. Как-то так. Не знаю. Мне кажется, это, по крайней мере, самый легкий вариант. Должен быть, по идеям. По моей идее, да. Ага, вы в Константинополь. Плывите, пожалуйста. Так, это у нас сюда. Прекрасно. Так. Ну, все. На этом ходу, думаю, вполне себе достаточно я сделал. Так, и отсюда, блин, не помещается. Что ты будешь делать, а? Да что такое? Голос садится. Давайте мы хотя бы стрелков из Сибакеи вытащим. Отсюда можно, вот, кстати, вот это вот. Знаете, много армии, это не роскошь. Это прямо вот необходимость. Так, тебя, наверное, тоже нужно вот сюда вот. Так, ну, вроде бы все, да? Вроде бы все у нас сделано. Хорошо, давайте сдадим ход. А дальше мы... Дальше мы глянем, чего можно еще сделать. Но первостепенная задача у нас, конечно же, уничтожить монгольское вторжение. Так, я принимаю, да. Великолепно. Мы этого не забудем. Эта встреча была очень важной для нас. Спасибо. Так, замечательно. Вот просто, просто замечательно, да? У нас союз с Иерусалимским королевством. Везде союзники, везде друзья. Так, вроде бы турок по отношению к антиохийскому княжеству мы остановили. Замерили их с антиохией. Так, новая гильдия в иконе, гильдия оружейников. Согласен. Новый союз с Иерусалимское королевство Византийской империи. Державы заключили союз, принеся обоим народам мир и спокойствие. Так, дофигища войск у нас нанимается. Прекрасно. Ну, вот так вот можно сделать. Города расширяются. Просто замечательно. Смерти, да? Смерти в нашей империи. Иксин из Драховы. Лазутчик, да? Здесь, возле Дьер-Бакыра. Асимопул из Химары. Так, в окрестностях Иерусалима священник. Адмирал Никита. Георгий Палеолог. Купец на острове Крит. Угу. Он торговал здесь рыбой. Так, мы ему, конечно же, найдем замену. И Имберт из Сафона. Священник в окрестностях Каира. В общем-то, тоже понятно. Совершеннолетним стал Вальсамон из Олефины. Ага, вот он здесь. А здесь и монголы. Хе! Здрасте. Вторжение державы монголов. Орда яростных захватчиков из далеких земель обрушились на ваши владения. Ворота ваших замков и городов не могут устоять перед их натиском. Они не только хотят захватить ваши земли. Нет, они намерены истребить весь ваш народ и сделать этот край своим. Вы должны изгнать их с вашей земли убеждением или силой. Вражеские агенты в Малатье. Бдительные стражи обнаружили вражеского лазутчика, но не сумели поймать его. Весьма вероятно, что он еще где-то поблизости. Так, лимассол расширяется. Прекрасно. Так, а вот то, что монголы у нас тут, это самое, когда они подошли, это не есть хорошо. Давайте мы немножко укрепим Никасию. Так, где-то у меня еще были красные морды, я замечал. Когда вот фракции делали свои ходы. Так, вот только где это было? А, акра, да. Это ж моя дорогая, любимая акра. Так, отлично. Это... Это... Один лишний. Так, это тоже можно, в общем-то, отправлять на передовую. Так, смотрите, монголы подошли вот сюда, вот, к Адане. Так, это все нужно... Вывести. Так, блин, как же их локализовать-то? Хотя бы возле Аданы. Так, давайте, в общем-то, выдвинемся к ним навстречу. Так, я думаю, вот этих вот сил на первое время должно... Ну, хватить, что ли? Давайте один отряд туркополов наймем. Марш! Марш окончен. Привал. Так. Ваше Величество. Это все, конечно, занимательно. Объединяем армию, милорд. Что приказаний? Объединяем войска, милорд. Так, блин. Так, давайте мы вот так вот сделаем. И в Краке Дешевалье мы тоже вот... Вардариотов еще наймем. Так, этим я походил. Кстати, Акра, да. А, 70. Все нормально. Все нормально. Тут переживать не стоит. Так, в общем-то, финансы в нашей казне уже явно намекают, что армию продолжать наращивать, в общем-то, чревато. Чревато минусом. Так, поэтому мы, скорее всего, прекратим это действие. Так, ну вот тяжелую пехоту, конечно же, нанимать еще стоит. Так, Кесария. Да, тут у нас тоже тяжелая пехота. Тяжелая пехота пусть нанимается. Нам ее не хватает. Так, здесь вроде бы все, да? Так, это тоже можно вот отправить в Кесарию. И начать формировать здесь какие-то силы. Куда мы нанесем удар? Ваше Величество. Марш! Объединяем армию, Милорд. Так, Ваше Величество. Объединяем войска, Милорд. А может, хватит пехоты? Или нет? Или еще один ход подождать? Как бы я понимаю, да, что у нас казна тоже не резиновая. В общем-то, свои трудности есть. Но, тем не менее... Так... Бросаем якорь до утра. Пхонс. Можно поднять налоги. Так, нам нужно будет, скорее всего... Пару священников еще... Нанять. Убийцы вообще будут нужны. Вот так вот. Посидите на высоких налогах. Так, ну, вроде бы, все. Если монголы не попытаются прорваться дальше по перевалу, в сторону Кесарии... Или, не знаю, в сторону Икония... То их можно будет вот здесь, вот, возле Аданы... Че-то как-то решать. А у меня никто, да? Кстати. Кириак из Погеона. Да, но ты не можешь сражаться в ночных сражениях. Да, к сожалению, я не совсем успеваю. Так. 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 Вот так вот, давай, давай Наводи движуху На этих монголов Тоже знаете, как бы Ну, вроде бы, да, там, мелочи А приятно Все-таки, что же, вот он старается там Пытается Тем более, да, как бы Уничтожать вражеских полководцев Это, знаете Такое дело С ихними всеми звездами Так, ну отлично Отлично, смотрите Монголы развернулись Так, вроде бы гильдия путешественников У меня уже есть Так, дофигища войск Ага Так Константин Аргир Так, пусть он торгует рыбой Так, в Эдессе у нас священник Сейчас мы взглянем Даже двое Меристик, Декан И Ксен Ангел Так Пускай они здесь будут Священники Так Убийца Лазутчик Лазутчик Куда Драгос из Заварники 36 лет Ну да, конечно же Священник из него не очень Но это пока что Да, он все еще находится На начале Своего, так сказать Священнического пути Смерть благородного человека Элевтерий из Геленополя Посол в окрестностях Холмса Ну что ж В общем-то Жаль парня Но Честно говоря Мы уже все договоры И заключили Нам уже нужно Что-то действовать Я брошу ваш труп Заватам Кого мне срочно? Давайте Проведем очередную битву Против монголов Тут Явно отделились Наследник Абака И Хан Куакан Наследники Хан Прямо Выделили Выделились Из общей массы Толпы монголов Их можно и разбить Никакие титулы Не спасут вас От меня Я брошу Ваш труп Собак Да А как же это лучше всего Сделать Да До приказаний Да Амилон Приказывайте Есть Ваше величество До приказаний Марш Объединяемся Так Пока Вот Сидишь Думаешь Можно Немножко сил Подтянуть Марш Хорошее место Да Поступай Ну потому что Подумать Подумать Явно стоит Не знаю Как-то Провенчивые решения Продолжим Путь Завтра На рассвете Что прикажете Так Исаак Лин Да Я запомнил Тебя Исаак Лин Так Еще Кстати Вот это Вот стоит Переобучить Переподготовить Разделяем силы Ну да Здесь Здесь Не хватает Так вот Вернемся К монголам Так сказать Как же Их тут Лучше Всего В общем До полтора Стека Да Да Приказывайте Приказывайте Давайте Я попробую Сделать Вот так Вот Я отделю Полководца От армии Ну Потому что Мне Честно говоря 36 лет Пруссен Лукит Полководец Мне жалко Его использовать Я бы Двумя Армия Это Провернул Если Мог Б Вот Только Я бы Да Вот Одну Армию Использовал Под командованием Искусственного Интеллекта А ударил А ударил бы Нашей армией Под командованием Императора Ну да В общем то У нас Все Как идет Задумано Давайте Мы Зачитаем В общем то Характеристики Вражеских Генералов Наследник Абака 52 года Могучий Воин Лютый Многообещающий Командир Жестокий Расчетливый Жестокий Господин Слонный К набожности Верный Счастливый В служении Воин Ночи Рациональный Паранойк Запуганный Безразличный Ко всему Добропорядочный Хладнокровный Наследник Замкнутый Скупой Бережливый Понятно Ну и Содействовать Ему В битве Будет Хан Куакан 51 год Это Хан Моложе Наследника На 1 год Могучий Воин Лютый Многообещающий Вы что Все Под копирку Здесь Как будто Это самое Писали Жестокий Расчетливый Жестокий Господин Склонный К набожности Верный Счастливый Служений Воин Ночи Чопорный Великий Аскет Прагматик Равнодушный Запуганный Многообещающий Предводитель Храбрец Правитель Недоверчивый Давайте Зачитаем В общем-то Характеристики Императора Никифора 49 лет Надежный Командир Гений Штурма Благородный Воин Склонный К набожности Многообещающий Стратег Смекалисты Снабжение Свои Ночи Многообещающий Предводитель Отмеченный Здоровый Слабовольный Командир Правитель Невоздержанный На язык Недоверчивый Начинающий Убийца Безжалостный Господин Так Хорошо Так В смысле Командовать Этой армией В бою Нет Я вот Передаю Искусственную Интеллекту Управление Армией Ну что же Давайте Вступим В битву Так Прекрасная Местность Можно разворачиваться Не знаю В последнее время Кстати Меня Начали Хейтить Просто В комментариях Люто Знаете Если я Там Проигрываю Какую-то Битву Оно Прямо Знаете Ли Начинается Вот Прямо Начинается Что Вот Да ты Там Такой А ты Там Тот А ты Там Не Умеешь Прямо Знаете Ли У Некоторых Очевидно Как Пятая Точка Подгорает Подкрепление Командира Микаэля Подоспела Подмога Пусть Своевременная Поддержка Укрепит И боевой Дух Воинов И Наши Фланги Так Хорошо Кстати У нас же тут еще и возвышенность Между прочим Давайте мы потихонечку начнем Перестреливаться с монголами Правда Они конечно же Могут нам отвечать Монгольские Воины Вместе с рождением Получают способность Стрелять из лука И в общем то Ловко ездить Верхом на лошади Так Ихние системы Залпового огня Так Давайте мы Немножко Откатимся Три процента Потерял я Шестнадцать процентов Потерял Монгольский враг Угу Смотрите Лучники Ринулись В общем то Продолжать Достреливать Наши силы Так Так А если мы Еще Немножко Откатимся Я конечно же Не хочу Спойлерить Но Монголов Ожидает Большой Сюрприз Подходите Ближе Да Да Подходите Ближе Сейчас Вам Будет Больно Так Прекрасно Ударим По Монгольским Стрелкам Ну да Говорите Победе Еще Рано Но Пока Наши Враг Обескровлен Мы Истребили Половину Его Армии Так Не 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 Ребятки Нет Я Все В принципе Видел И все Контролирую Самое Главное Вы Слушайтесь Слушайтесь Приказов И мы Обязательно Победим В этой Битве В общем Тогда Произошел Мини Удар По Монгольским Лучникам Вот Это Вот Вы Блин Че Этих Ворон Сбиваете Или Что Кто Ж Так Стреляет Из Требюше Или Из чего Вы Там Стреляете Так Прекрасно Секундочку Давайте Мы Заткнем Вот Эти Вот Штуки Артиллерийские Машины Так Я бы Честно Говоря Начинал Бы Эвакуировать Нашего Императора Что Вы Блин Делаете Что Вы Тут Тащитесь Мы Тут Уже Давно Битву Это Проводим А Вы Тут Это Самое Блин Фигней Страдаете Говорите Победе Еще Рано Но Пока Наши Воины Одерживают Верх Так Есть Да Или Не Есть Не Ну Конечно Желательно Есть Так Все Артиллеристов Вражеских Мы Устранили Мы Можем Кстати Продолжить Кстати Между Прочем Мы Все Еще Удерживаем Высшую Часть Поля Боя А Именно Вот Этот Вот Холмик Так Отлично Ну Только Не Иди В Ближний Бой Это Шконные Застрельщики Что Может Быть Проще Доверить Тебе Блин Блин Ну Я Я Тогда Не Знаю Что Можно Доверять Искусственному Интеллекту Он Блин Конными Застрельщиками Пошел В Ближний Бой Это Вообще Да Это Ну Верх Верх Блин Интеллекта Ну Нафига Ну Я Понимаю Что Вы И Вы Можете Ну Блин Мы Ж Несем Потери 13 Процентов Ты Ж Мне Войска Тут Уничтожаешь Не Лучше Ли Его Стрелами Расстреливать Так Пока Вот 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 Уже Тут Вардариот Некоторые Отступают Бегут Видимо Это Была Плохой Идеей Доверить Командование Искусственному Идиоту Что То Я Подумал Знаете Ну Блин Ну Что Там Что Может Быть Проще Не Знаю Конными Застрельщиками Вражеский Полководец Этот Презиренный Шакал Наконец То Убит Надеюсь Это Подорвет Так Надеюсь Да Враг Потерял Половину Бойцов Говорить О победе Еще Рано Но Пока Наши Воины Враги Бегут С поля Боя Покажем Этим Трусливым Смертам Так Вот Да Я Че Подумал Что Ну Ну Должен Жил Он Как Б Самое Нормальное Действовать Конными Застрельщиками Он Ж Обычно Так И Действует Ну Более Не Менее Здраво То есть Они Сохраняют Дистанцию Стараются Стараются Обстреливать Вражеские Войска Я Как бы Подумал Ну Хорошо Вроде Вроде Бо Это Меня Устраивает Хвала Господу Враги Бегут Как Трусливые Псы Победа Близка Так Прекрасно Наследник И Хан Монгольской Экспедиции Погибли Потеряли Мы Сколько 22% Так 22% Это Вообще Замечательно Это Там Где Можно Было Вообще Ничего Не Потерять Мы Сумели Потерять 22% Причем Ну Смотрите У меня Потери Ну Более Не Менее Адекватные Все Таки Я Начал Битву Я Какое Время Перестреливался С Монгольскими Стрелками Ну По крайней Мере Все Было Ну Относительно 22% 22% Мне Просто Хотелось Бы Посмотреть На Ту Другую Армию Сколько Там Осталось Прославит Доблестных И отважных Воинов Господа Так Отлично Полная Победа Казним Они Получили То Что Заслужили Так Прекрасно Мятеж В стане Врага Уцелевшие В последней Битве Воины Противника Бежали Предпочитая Бегство Верность Смерти Более Они Нас Не Потревожат Прекрасно Это Можно Сохранить Ну Смотрите Это Ж Милое Дело Да От Армии Тут Почти Ничего Не Осталось Так Это Получается Еще Три Отряда Да Это Нужно Все Объединять Это Все Нужно Объединять Очень Жаль Что Нету Вот Прям Вот Хороших Конных Застрельщиков Так Ну да Особенность Неизвестна Так Ну если В ночной Битве Хулигу А хотя Знаете Их то Не так уж То И много Осталось Все Все Неверные Пыль Под Ногами Султана Куда Мы Нанесем Удар Да Сгинет Враг Ну Ну их Ну их то Не так уж Что И много Сколько Здесь Так Два Три Четыре Я то Подумал В ночной Битве Посражаться Ну Ну тут Минус Вот Это Вот Как бы Не сильно Много Минус Одна Армия Блин Золотые Лучки Давайте Все таки Ж Мы Посражаемся В ночной Битве Ну На всякий Случай Мало Лич На этих Четыреста Пятьдесят Восемь Человек Нам Просто Не хватит Сил Так Хан Абака Пятьдесят Два Года Могучий Воин Лютый Надежный Командир Жестокий Расчетливый Жестокий Господин Склонный К набожности Верный Счастливый В служении Воин Ночи Глубоко Равнодушный Мед Шрамы Любит Темноту Ему Неведом Страх Темноты Он Не боится Ночных Сражений Аскет Очень Недоверчивый Запуганный Замкнутый Добропорядочный Правитель Так Хулигу А я А разве Ней Не убил Хулигун Победитель То его Солдаты Воодушевляются Надежный Командир Хороший Оратор Любит Темноту Аскет Смельчак Выдержанный Рассудительный Азартный Вою Параноик Так Ну и Новый Наследник Наследник Куакан 51 Год Могучий Воин Лютый Многообещающий Командир Жестокий Расчетливый Жестокий Господин Склонный К набожности Верный Счастливый Служений Воин Ночи Глубоко Равнодушный Удачливый Этот Человек Дорожит Своей Жизнью И бдительно Заботится О своей Безопасности Невозмутимый Рассудительный Прагматик Суровый Наследник Ну я думаю Читать По новой Характеристике Нашего Императора Наверное Не стоит А вот Стоит Еще Наверное Взглянуть На Войска Ну их Мало Их Реально Мало У них Это шанс Это хороший Шанс Вот Прям Покончить С монголами Так Дождик Это не есть Хорошо Давайте Подождем Отличная Погода Можно Разворачиваться Так Нашего Императора Мы Отправим В глубокий Тыл Давайте Начнем Битву Надеются Задавить Нас Числом Так Прекрасно Враги Враги Прям Воодушевлены У них Подкрепление Ну ничего Гордость Монгола Взгубила Знаете Такую Поговорку Не знаете А я Только что Ее Придумал Вот так Вот Так Так Вот Я думаю Что Вражина Да Вот Водушевленное Количеством Своих войск Она пойдет В атаку Что Конечно же Плачевно Скажется На Судьбе Этих Самых Монголов Так А что Вы не Стреляете Так Давайте Попробуем Может быть Быстренько Ударить По Монголам Может быть Если Получится Так же Быстро Отступить Все Таки Что Тут Есть Монгольские Тяжелые Всадники Ну Конечно Да Они Не Допустят Говорить О победе Еще Рано Но Пока Наши Воины Одерживают Верх Ну Они Вообще Так Как Бы Это Проходят Мимо Так Они Нацелились На Нашего Императора Давайте Мы Его Эвакуируем Так Ну Что Отлично Потихонечку Справляемся Со Стрелками Брак Потерял Половину Бойцов 28% Потеряли Монголы Мы Потеряли 4% Считаю Это Удовлетворительным Результатом Так Ракеты Да Вот Я Сказал Ракеты Да Ракеты Тоже Нужно Уничтожать Так А кто Нас Преследует Монгольские Копейщики Так Ну Это Можно Это Пожалуйста Так Это Все Остались Секундочку А че Че Так Получилось Так Давайте Ка Вы Лучше Возвращайтесь На На Свои Места Так 7% Потери У нас 40% Потери Монголов Прекрасно Так Вы Еще Преследуете Нас Тогда Мы Идем К вам Блин Вы Прикалываетесь Что Ли Хе Хе Вот Клоуны Так Хорошо С кем Мы Тут Перестреливаемся Секундочку Я Вообще Это Самое Не Разрешал Стрелять По нам Так Так Вот Здесь Вот Еще Вот В Этой Вот Армии Есть Монгольские Стрелки Пехотные Так Сказать Складывается 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 Пехот Пехотой Раз Расправились Так Это Ж Это Ж Просто Замечательно Так Давайте Продолжим Продолжим Добивать Монгольские Силы Это Конные Застрельщики Да Так Секундочку А Почему Бы Нам Вот Так Вот Не Встать Все Таки Ж тут Правая Часть Поля Битвы Она Более Возвышенная С Левой Части Уклона Идет Мы Кстати Можем Это Использовать Так Тем Более Стрелы У нас Есть Врагов Кстати Очень Мало 64 Процента Потеряли Монголы Тем Более У нас Еще Даже И Стрелы Остались Да И Войска В общем То Переводят Дух Не Сильно Устали Так Сказать Кто Это Там Стреляет А Вражеский Полководец Этот Презренный Шакал Наконец То Убит Надеюсь Это Подорвет Их Решимость Так Я Честно Говоря Тоже Хотел Бы Надеяться Да Вот Он Прям Согрелся На Императора Византии Теперь Будет По всему Полю Гоняться За ним Так Стрелки Давайте Мы Пока Что Прямо И Беззатейливо Расправимся С Монгольскими Пехотными Стрелками Говорите Победе Еще Рано Но Пока Наши Воины Одерживают Верх Так Наверное Стоит Вот Так Вот Развернуть Враг Потерял Половину Бойцов Так Ну Отлично Хорошие Новости Это Замечательно Враг Потерял Половину Бойцов Это Конные Лучники Это Нормально Это Прикольно Это Конные Лучники Давайте Мы Вот Так Вот Устроим Засаду Блин А Почему Это Самое У вас Должно Быть Включено Режим Перестрелки Как-то Так Получилось Что Наши Силы Пересеклись С Монголами Так Хорошо Давайте Попробуем Устранить Вот Это Вот Монгольского Товарища В Ближнем Бою Конечно Же Потери Да Потери Будут Что Поделать Пока Все Складывается В Нашу Пользу Если Ничего Не Изменится Мы Победим 20% Так Все Хватит Горцевать А то Наш Император Тут Всю Карту Объездил Вдоль Поперек Мы Убили Их Короля Скорее В Атаку Пока Они Не Опомнились Так Прекрасно Хан Абака Погиб Его Охрана Все Еще Сражается Прогоним Оба Людей Обратно В Пустыню Так Кто Кто Еще Погиб Наследник Куакан Так Все Этих Ребят Можно Оставить В покое У нас Осталось Только 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 Несколько Вот этих Монгольских Всадников Ну что Ж Очередная Победа Этой Победой Восхитится Весь Христианский Мир У нас Полная Победа Прекрасно Вроде Бы Монголов Там Осталось Что То Как То Совсем Чуть Чуть А может Быть Вообще Их Не Осталось Ну да Так И Думал Потеряли Своих Полководцев И Все Держава Монголов Повержена Это Сборище Возжелавших Величия Варваров Уничтожено Благодаря Вашему Решительному Руководству Их Скоро Забудут Но В наследии Вашей Династии Будет Жить Вечно Так Прекрасно Монголов Мы Разбили В нескольких Битвах Кого Мне Сокрушить Так Что Нам Тут Надо Монголов Рад Служить Что Приказаний Марш Объединяем Войсками Морд Ваше Величество Объединяемся Так Четыре Отряда Вот Так Вот Что Ли Так Прекрасно Монгольская Угроза Устранена Теперь Мы Можем Сосредоточиться Полностью На Захвате Карты Наконец То Наконец То В общем То Можно Спокойненько Укажите Врага Выступаем Да Так Видимо Вот это Нуждается В пополнении Выступим Завтра На Рассвит Кого Мне Сокрушить Да Хорошие Так Итого У меня Три Армии Да Четыре Армии Пять Так Это Все Не Сформировано Шесть Марш Окончен Привал Так Все Остальные Армии Они Как Б Нанимаются Но Они Еще Не Сформированы Это Все Займет Какое То Время Еще Так Ну Это Все Да Это Все Будет Переобучаться Со Временем Самое Главное Это То Что Мы Монголов Разбили Разбили Вот Это Пожалуй Самая Самая Хорошая Новость Так Все Да Прекрасно Это Вот Так Вот Ну И Из Дальних Концов Нашей Империи Можно Будет Тоже Какие То Силы Бросить Так Мне Нужно Будет Пожалуй Вот Конных Застрельщиков Вот Наверное Вот Во всех Замках Нужно Будет Нанять Их Так И у Нас Конечно Денежки Денежки Поют Заунывные Песни Это Ну Прямо Определенно Так До 36 Тысяч Мы Скатились За счет Увеличения Армии В общем То Может Быть Даже Будет Еще Хуже Хотя У нас Тут Честно Горя Такие Радужные Вещи Пишут Вот Планируется Казна На 77 Тысяч Ну Да Здесь Минус По Прибыли Так 38 Тысяч В стройку Вкладываю Это Много Конечно Да Ну Если Если Не Вкладывать В стройку То У нас Как бы 38 Тысяч Будет В прибыли Если Ничего Не Вкладывать В стройку В развитии Будет Замечательно А Если Собственно Горя А Это Антихийский Тьфу Ты Напугали Меня А Если В общем То Вкладывать То Все Будет Нормально Так Прокладывайте Курс Делайте Вообще Вот Все Что Вам Нужно Так Можно Будет И заодно Честно Горя Подтянуть Священников Монголов И Потихонечку Можно Уже Будет На Этом Заканчивать Все Так Монголов Мы Разбили Довольно Таки Успешная Вещь Это Это Прям Большая Победа Разбили Мы Их За Одну Две Серии В принципе Неплохо Что Что Же Дальше Делать Ну У Нас Вассалы Эти Самые Княжества Антиохия Наверное Их Не Стоит Завоевывать Хотя Вот Эти Вот Сирийский Анклав Не Знаю Не Внушает Мне Доверие Прямо Его Конечно Же Было Бы Куда Лучше Завоевать Ну Да Ликвидировать Завоевать Присоединить К Нашей Византийской Империи Я Говорю Про Алеппо И Антиохию Так А Секундочку Приветствую Могущественных Союзников Султана Презренный Лживый Шакал Да Вы Это Уже Как бы Уже Второй Раз Нам Говорите Это Слушай Обидно Расторжение Союза Турция Византийская Империя Отношения С Турцией Ухудшились Ну Что Поделать С Турцией Мы Скорее Всего Начнем Войну Мне Кажется Турция Мощнее Чем Египет Чуть Чуть Буквально Чуть Чуть Мощнее Ну Да Разница Тут Конечно Небольшая Хотя Честно Говоря Все это Мелочи Конечно Да Вот Знаете Что Египет Начинать Завоевывать Что Турцию Но С Турцией Как бы Я то Уже Разорвал Союз С Турцией Это Как бы Уже Дело Пошло Тут Уже Как бы Куда Это Самое Отступать Тем более Монгольскую Угрозу Мы Ликвидировали Да Я думаю Все таки С Турцией Будет Самое Самое То Конечно Же Блин Желательно Зайти К ним В тыл Или Во фланг Турецкое Державие Вот Масул Такрит Керман Шах Смотрите Это Все Беззащитное Вот Турки Сосредоточили Вот Здесь Вот Какие То Силы Может Быть По Возможность Их Как-то Обойти Здорово Здорово Да Да Мы Тоже Как бы В этой Серии Не Ищем Боя С вами Ладно Это Уже В общем-то Будет Моя Головная Боль Я Думаю Без Записи Я Еще Подумаю Над Этой Темой С Кем Все Таких Воевать С Турками Или С Египтянами Но Мне Кажется Да Вот Все Таких Оставлю Все Без Изменений От Вас Требуется Поставить Лайки Написать Комментарии В Поддержку Этого Канала Ну И В общем-то Все Я Сложных Вещей От Вас Не Прошу Самое Простое Да Если Если Не Сделаете Это Ну Не Знаю Тогда Вы Очень Ленивый Человек Если Вам Тяжело Поставить Лайки Написать Там Несколько Слов В Комментариях Типа О Какой Прикольный Канал Какой Приятный Голос У Комментатора А Подпишусь Лучше Я На Этот Канал Чтобы Не Пропускать Новые Видео Давайте На Таких В Общем То Сладких Словах С вами Попрощаемся Всего Хорошего Не Скучайте Пока Субтитры